На сцене есть всё. Любовь, социальные предрассудки и свобода. Удивительную игру артистов дополняют масштабные декорации известного художника и заслуженного деятеля искусств Григория Белова. На глазах у зрителя оживают бесконечное звездное небо и проходящий экспресс. Прекрасная состоятельная Мона оказывается в провинциальном городе. Там знакомится с учителем астрономии. Он рассказывает ей о своём открытии. На наших глазах разворачивается история любви. Спектакль «Безымянная звезда» Нижегородского театра оперы и балета стал первым в истории музыкального театра хореографическим произведением по мотивам пьесы румынского драматурга Михаила Себастьяна. Он оставил нам совершенно великую пьесу. У него несколько ещё пьес. Они, к сожалению, не имеют такого успеха. А эта пьеса идёт в многих драмтеатрах, странах. Пьеса «Безымянная звезда», по которой поставлен спектакль, написана в 20 веке. А сюжет о любви вне времени общественного мнения остаётся актуальным до сих пор. По мотивам этого произведения поставлено множество спектаклей, мюзиклов и даже снят фильм. Одноимённая картина Михаила Казакова, выпущенная в 1978 году. Если вы смотрели фильм, вы мало увидите здесь того, что есть в фильме. Вы увидите совершенно другое прочтение, другие, может быть, образы. Однако при большом интересе к произведению балеты по нему поставлены не были. В 2015 году авторы нового проекта, композитор Владимир Качесов и балетмейстер Андрей Петров представили музыку и план хореографического решения будущего спектакля руководству Нижегородского театра оперы и балета. Так началась работа над постановкой «Безымянная звезда». Музыка к постановке необычная. В ней не только привычные для балета номера, например, адажу, но и ритмы модных танцев 30-х и 40-х годов прошлого века. Танго, фокстрота, канкана. Сам балет был поставлен всего за один месяц. Больше всего понравилась последняя картина «Первые действия. Состояние фантазии. Так чудесно». Балет очень понравился. Впервые. Вот вся моя семья просто в восторге от этого балета. Очень красивые костюмы. Прям завораживает. Особенно действия с красочными цветными шарами. Впереди не менее интересные вечера в театре. 11 октября отмечает личный творческий юбилей главный художник театра Евгений Спекторов. В этот вечер нижегородцам покажут балет «Дон Кихот». Дарья Кульбакина, Александр Фомин, Виталий Кудрявцев. Время новостей.